Выслушай, Израиль Народ Бога, Господь есть Бог Выслушай, Израиль Услышьте, Божьи дети Слушай, народ Божий Господь есть Бог Господь наш Бог Выслушай, Израиль Услышьте, Божьи дети Слушай, народ Божий Господь есть Бог Господь наш Бог Шема Израиль Адонай Элогейнум Адонай Благословено Твое Царство Благословен Ты, народ Божий Господь наш Бог Лидия пишет Доброе утро, братья и сестры Да, шалом Сестры, дорогие братья Приветствую всех Шалом Слушайте, дети Божьи Слушай, народ Божий Выслушай, Израиль Шма, Израиль Эту молитву каждый день повторяют Да, все иудеи Эту молитву каждый день повторял Иисус В своей земной жизни Как будучи иудеем Да, и он и говорил Спасение от иудеев И действительно Это огромное благословение Слышать Бога Огромное благословение Служить Богу Огромное благословение Знать Бога Познавать Бога Жить с Богом Жить в Боге Слава Тебе Господь Тот иудей Написано в Новом Завете Никто по наружности таков Кто внутренне таков И сегодня Действительно Да Доброе утро Желаю скорейшего Возвращения домой в Тулу Или напишу Да Спасибо Спасибо Да, границы еще закрыты К сожалению Да, вот я писал Спрашивал Дмитрий Шалом Сереже Шалом Возлюбленные Слава Иисусу Христу Да, на веке Слава Богу Святому Дима Да, слава Богу Ой, люблю тебя брат дорогой Обнимаю тебя Благоставляю тебя Аллилуйя Вот И Да Молюсь о поездке Да Но Стараюсь Да В покое Пребывать Да, в этом отношении Пока Ничего Никто не едет Никуда не едут Границы закрыты Ну Господь да Усмотрит все Господь да Усмотрит Аллилуйя 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 Слава Иисусу Христу Доброе утро Возлюбленные братья и сестры Всем шалом Наталья пишет Аллилуйя Шалом Я уже даже братьям сказал Что если что Возьму велосипед у братьев кого-нибудь Вот И Велопробегом ударим Хе-хе-хе-хе Да Слава Богу Спасибо Господь Спасибо А Или же Вот такой вариант Как вот было Несколько дней назад Ночей Точнее Во Вьетнам Так вот одной ночью Туда-обратно Вот Так что да Я теперь вот в этом плане Спокоен У Бога есть столько Вообще Путей Столько Всяких вариантов Что Даже всего и не предусмотришь Всего и не поймешь Вообще всего и не узнаешь Никогда вообще в жизни Он может прям так взять и переместить Вот как вот Да Елена пишет Аминь, да Филиппа, да, брата нашего возлюбленного В деяниях Взял Господь его и переместил, да Взял и среди бела дня Не ночью даже Вот, и там И даже Филипп там даже и не думал Там в теле или вне тела Это было путешествие Это было прямо в теле путешествие Представляете, прямо среди бела дня Вот Господь его забрал, да Ангел восхитил его И туда переместил в другое место Ну, потому что в то время не было таких транспортных средств Таких скоростных А надо было быть уже в другом месте уже, да Поспешать уже Там сделал свое дело миссионерское Молодец Ну, а теперь тебя там в другом месте Теперь тебя ждут Вот, и как быть Господь Ну, раз, чик И переместил Слава Богу Так что Если должно Господь и если нужно Он даже и среди бела дня переместит Так что теперь я Вот, раньше читал это в деяниях, допустим И думал, ну, вот это, да Вот это вот Видимо, вот тогда было вот так вот А теперь думаю Так это сейчас И сейчас тот же самый Господь И, в общем-то Теперь уже, да Уже, когда уже сам немного испытал Кое-что Чуть-чуть даже То уже Сомнения всякие Там по поводу того Что Иисус Христос Вчера и сегодня Во веки тот же Всякие отпадают вообще Всякие сомнения Отпадают Сто процентов Потому что, да Действительно И сегодня он тот же Сегодня он тот же Абсолютно так же Удивительно Спасибо Господь Даже более того Он говорит Больше меня совершите Даже чудес Больше Удивительней Даже чудеса Которые Иисус не совершал Мы совершим Даже то, что В его земной жизни Даже казалось бы Вообще фантастичным Сегодня это будет Нормальным Реальным Обычным Удивительно, конечно, да Излияния Духа Святаго Об этом молюсь И самое блаженное Самое удивительное Для народа Божьего Да, вот в этой молитве Ну, это как Молитва, не молитва Это как Ну, да, это молитва Это и Да, это и молитва Это и Исповедание Шма Исраэль Когда Иисуса спросили Слушай, Израэль Иисуса спросили Что есть самое главное В законе Что есть самое главное Вообще в Библии Вообще В слове Божьем То В одном месте Иисус именно начал с этого Помните, да Он как раз начал с этого Слушай, Израэль Господь Бог наш Есть Господь Единый А дальше как раз Присовкупил И возлюби Господа Бога Твоего, да Удивительно, конечно Вот и Вот Услышать это Ой-ой-ой Это великое дело Услышать это Шма Я говорил как-то уже не раз Что слово Еврейское слово Шма Переводимое Как Слушай, да На самом деле Это не совсем Так Это не просто Слушай Это Выслушай Это Услышь Это услышь Это пойми Прими это к сведению И вообще Не просто к сведению Прими это В себя Раствори это И исполни это еще И исполни То есть Чтобы это стало Слово плотью Шма Это призывное Такое Призывное слово Да Вот Удивительно Слушай, Израэль Да Слушай, народ Бога Слушай, дети Божьи Господь Есть Бог Господь Един есть Да И Когда это Человек Начинает разуметь Да В своей жизни То Не знаю Я скажу Что действительно Все меняется Вообще Когда в какой-то Ситуации В каком-то Обстоятельстве Находясь Ты вдруг Это начинаешь Понимать Что Господь Есть Бог Твой Что Он Есть Бог Над этой ситуацией Бог над всем То Все меняется Вообще Тогда действительно Радость Которая Не из этого мира Она наполняет нас Вчера Я местописание Вначале Сам прочитал Но Как бы К этому Не возвращался Вот А сегодня Местописание Написал Там Взял картинку Радуйтесь В Господе Да Всегда радуйтесь Да И Филиппийцам Там 4.4 Вот Знаменитое такое Местописание Да Апостола Павла Вчерашний Там Текст из Римлян Был Как раз 13 главы 15 стих Что Царство Божье Это есть В том числе И радость Мир Любовь Радость В Духе Святом Удивительно Конечно Вот То есть Это часть Царства Божьего Это характеристика Часть Царства Божьего Это Как бы Законы Царства Божьего Это то что Как бы Не знаю Вот Это конституция Царства Божьего Да Поэтому Там Невозможно Иначе Пребывать В Царстве Бога Да Невозможно Иначе Пребывать В Боге Любовь Мир Радость Радость Мир Любовь Как раньше писали Там Мир Труд Май Да Ну как бы Были свои Там всякие Расшифровки Вот Значит Но Да Три таких Слова Да Писали Мир Труд Май Все хорошо Конечно Да Классно Но В Царстве Божьем Мы такие Транспаранты Будем Там Писать Там Мир Любовь Радость Да Радость Любовь Мир Аллилуйя Слава тебе Господь Спасибо тебе Спасибо Благодарю Тебя За это Великое имя Твое Царь славы Благословен Ты Бог наш Благословен Господь Благословен 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 И Ты Действительно Господь Един есть И Ты Господь Над нами И Ты Господь Над всей землею Ты народ Господь Свой благоставляешь И Ты Господь Действительно Благоставляешь Всю эту землю Слава тебе Господь Слава 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 И хвала Аллилуйя Сегодня на фейсбуке тоже там с утречка опубликовал мысль одну Сергея Петровича Капица Вот того самого академика советского, который вел очевидно невероятную классную программу С ним вообще все было классно, он очень научно и популярно все объяснял Меня помню еще пацаном тогда впечатлило его объяснение как раз иных измерений И я понял многие вещи, которые видел, это было действительно иное измерение, божественное, более реальное измерение А он там рисовал у себя в студии, на бумажке нарисовал человечков, а потом взял и пробил этот листок бумаги карандашом И говорит, вот посмотрите, что для этих человечков, вот сейчас, что я сделал Для них, они не видят этого измерения, они не понимают его, они не знают его вообще, этого измерения Они по плоскости только передвигаются, допустим, да? И вот я пробил карандашом вот их реальность И для меня это удар карандаша, для меня это вот пробивание вот такое, да, допустим, глубина А для них, они этого не знают, этого человечки Для них из ниоткуда, откуда бы это, откуда ни возьмись, вообще вот из ниоткуда как бы появился кружок Откуда он появился, кто его знает Они могут там свои теории выдвигать всякие Откуда появился этот кружок Они могут там мыслить как бы об этом кружке Они могут представлять этот кружок себе, значит, как он появился Эта дыра появилась вообще, откуда она появилась вообще Кто его знает, что за черная дыра такая А для меня, капец, говорил Сергей Петрович Это удар карандаша Я пробил эту бумагу И он говорил, что согласно многим исследованиям Самых выдающихся ученых мира Он Эйнштейна приводил тоже пример Что есть другие, иные измерения Более реальные измерения, чем наша реальность И знаете ли, точно, да Более реальная реальность, это Божья реальность Она более реальная реальность Я тоже помню эту передачу, Роза пишет Да, Аллилуйя Слава Богу, друзья Вот действительно, мы имеем дело с этой более реальной реальностью Поэтому, когда в этой реальности проявляется эта более реальная реальность То человечки мы в этой реальности Мы, конечно, можем предполагать, откуда это, что это и как это произошло, но те, кто познают Бога, они начинают понимать именно ту настоящую, более реальную реальность. Поэтому слушай, Израиль, Господь есть Бог над всей реальностью, Господь есть Бог над всеми мирами, Господь есть Бог, вообще Он есть Бог единый. Шма, Израиль, Адонай, Елогену, Адонай, Ехат. Слава тебе! Слава, слава, слава! Слушай, Израиль, услышьте, Божьи дети, услышь, слушай, народ Бога, Господь есть Бог. Господь наш Бог, Господь, Творец, Он наш Отец. Господь! Слушай, Израиль, услышьте, дети Божьи, слушай, народ Бога, Господь наш Бог. Бог, Господь, есть Бог, слава тебе, слава, 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 благодарю тебя, Господь, благодарю тебя за это доброе утро, да, в твоем, да, времени, в твоем творении мы живем, тоже являясь твоим творением, твоим сотворением, и все, что мы видим, действительно, это твое творение, да, и восхищаемся твоим чудом, чудом твоего творения, чудом жизни восхищаемся, аллилуйя, да, друзья, и сегодня на фейсбуке с утречка я публиковал как раз вот именно Сергей Петрович Капица, там, мысль интересную, вот, он говорит об очевидном, но невероятном, он говорит о жизни, рассуждает, там, короткая такая, там, цитата короткая взял я, вот, и что само рождение человека, да, формирование человека, он исследовал этот вопрос и говорит, что это чудо, это невероятное, но очевидное, говорит, это невероятно, это невозможно, это нарушение всех, там, все, что он представлял себе о жизни, но это очевидно, невероятно, но очевидно, невероятно, но факт, Спасибо тебе, Господь, спасибо И когда мы действительно рассматриваем творение, да, все, что мы видим вокруг Мы восхищаемся Богом, восхищаемся Творцом Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо тебе, Святой, спасибо, спасибо Слава, 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 слава тебе, Святой, слава тебе Слава Тебе, слава Тебе Слава Тебе, слава, слава, слава Благословен Господь, благословен Царь наш, благословен, благословен Слушай, Израиль, слушай, народ Божий Обычно мы, люди, желаем, да, чтобы Он слышал нас Чтобы Он услышал нас, слушал нас Но Бог хочет, чтобы мы слышали Его, услышали Его, наконец Слышали Его Да, я помню, пример как-то приводил, значит, там, пастор Валентин Миронюк В Израиле он живет, раньше в Иркуте жил Раньше жил, вообще там, у Северного Ледовитого океана Я бывал у него, там, проповедовал, там, у них в церкви в Иркутинской Вот, значит, и теперь он уже в Израиле живет, уже не первый год Вот, и его родители, герои Израиля, да, его папа, мама, они праведники народов мира Награждены правительством Израиля медалями, такими специальными, праведника народов мира Во время Второй мировой войны, они, во время Холокоста, да, они спасали евреев Его родители, евангельские верующие, да, и деды его, прадеды, там, да Тоже евангельские верующие были, такие вот, протестантские, да И, значит, и его родители, да, они спасали евреев, вот, и от немцев, да От фашистов, именно от нацистов спасали евреев И много спасли, слава Богу, вот И прошли годы, вот, они никому об этом не говорили Вот, ну, знали, некоторые люди, там, в семье, там, в основном знали Ну, а так никому не говорили Вот, прошло много лет уже, уже, уже и союз разрушился, и все, значит, там, значит, там И в Израиле спасенные, вот, те евреи Они, оказывается, много лет искали Представляете, Советский Союз не давал там информации Вот, значит, но потом, короче, они все-таки нашли Нашли, значит, семью миронников, вот, которые спасали их Вот, и, слава Богу, да Вручили им эти награды, вот И, вот, и пастор Валентин уже, он, он там к родителям поехал туда уже, в Израиль Вот, слава Богу, да И трудится там молодец, конечно, вообще, очень-очень люблю я его И вот, и он, интересно, там подрабатывал там, 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 подрабатывал, там, значит Ну, где получится, там, значит, переходить в какую-то работу Особенно, там, не приходится выбирать, значит, да, значит, что есть, то есть И, значит, там в гостинице работал В гостинице, значит, там работа много Вот, значит, и там, значит, все там, значит, и мыть, и стирать, и все там, короче, там И много-много всего Значит, и он говорит, что, общаясь с местными Да, израильтянами, значит, заметил такую вещь они все говорят, слушай меня, ты послушай меня, ты послушай меня, ты послушай меня, они все так говорят, и мне это стало уже так, я говорю, вы все говорите, послушай меня, слушай меня, а вы сами не хотите слушать, даже самих себя, никого не слушаете, и все говорите, вы как сговорясь, все говорите вокруг, слушай меня, слушай меня, слушай меня, и вот когда он написал об этом, я думаю, вот это да, точно, это так похоже, Это так похоже на нас, человеков, перед Богом Мы все Слушай меня Папа, Бог, слушай Нет, ты послушай меня Ты послушай мою ситуацию Ты послушай Мы все говорим наперебой ему А Бог, он как отец Вы все это мне говорите Миллиарды людей, все это мне говорите Но пожалуйста, послушайте меня Вы слушайте меня, пожалуйста Ой, наверное, в Израиле это виднее всего Сам темперамент израильтян, да, наверное, как раз в этом Ну, по крайней мере, Валентин это заметил очень четко Вот, я верю ему, но доверяю ему, он такой, ну, человек правильный духовно И, значит, интересно, что вот это так на самом деле Не только среди израильтян, по всей земле так Независимо от того, кто там, черные, белые люди, красные, желтые Какой нации, культуры, расы, неважно Все, душа одна, человек один От одной крови, Бог произвел, написано, весь род человеческий Для обитания по всему лицу земли И, в принципе, из одного теста мы все, как говорится, да Кто-то пережаренный, да, кто-то недожаренный Ну, короче, мы все из одного теста Ой, кто-то доделанный, кто-то недоделанный, да Да, как говорят, да, шутка На самом деле, да, все любимы и обожаемы Богом Вот, но все мы, да, вот, так или иначе Даже атеисты молятся по-своему Они просто, атеисты, это обиженные на Бога люди, как бы А так, в принципе, все, в принципе, каждый по-своему молится Взывает Атеисты часто молятся Как в анекдоте том, еще старом советском Когда мужик там с небоскреба упал Ну, не знаю, что там, короче, может, стекла ему, не знаю Короче, упал с небоскреба, летит там Лететь далеко Он, Господи, говорит, если я там, короче, значит Выживу, то брошу пить А, пьяный был, понятно, под мухой Значит, там летит дальше Значит, Господи, если выживу, то жене перестану изменять вообще Вот, дальше там летит Господи, если выживу, то и налоги буду платить все честно Все, короче, вообще, ну все Грохнулся об асфальт Встал, отряхнулся Живой, невредимый, не царапина вообще И говорит, надо же, что такое с пеной не наговоришь Вот, короче, вот такая молитва атеиста бывает, да И не только Что ты мне наговоришь С испугу там или с чего-то еще Да Вот так вот, дамы и господа Много чего мы наговорим Богу порой Но Вся удивительная Божья мудрость Вот, из Библии я, что Почерпнул за все эти годы, да Изучение и понимание, разумение слова И из практики, вот, лично в общении с Богом Я больше всего, что вынес и понял за все эти годы, да За все эти 38 лет Я понял, что Бог хочет, чтобы мы Его слушали в первую очередь Послушали Его Не чтобы Он меня выслушал Хотя мне по-человечески И сейчас часто бывает хочется, чтобы Он меня выслушал больше, чем я Его Честно говоря, это Я себя много раз ловлю последние эти дни Тоже на этом, что В молитве, там, допустим, лично Ну, в личной молитве, да Индивидуальной, келейной, как говорят, да Тайной комнатой, говорят Красивое слово такое Красивое, да Ну, в православии келейная молитва называется, да В келье, когда один на один ты с Богом Вот в этой келейной молитве, да Все равно себя ловлю на том, что Плоть, желание моей плоти Пока нахожусь в этой одежде кожаной Это, видимо, неизбежно, да Вот эта одежда кожаная Вот эта вся кожанка, да Мы все в коже, будем так говорить, да В этой плоти И это неизбежно, видимо, желание, чтобы Он выслушал нас больше, чем мы Его Вот, но Я каждый раз произношу это Шмай Исраэль Адонай Элгейнум Адонай Эхад Слушай, Израиль Слушай, Сережа Слушай, человек Слушай, те люди Слушай Слушай, человек Слушай, народ Бога Господь есть Бог Господь един есть Слушай Бога Спасибо Господь, спасибо И самое интересное В этом как раз и мир, и любовь, и радость Удивительно Чисто по-человечески наоборот Любовь, мир, радость Когда нас выслушает Да, Он выслушает А удивительно, на самом деле Когда Он говорит То и любовь, и мир, и радость Вот, настоящее, настоящее Шмай Исраэль Слушай, Израиль Слушай, народ Божий Выслушай, Израиль Тамара Доброе утро Всем возлюбленным Господом Да прославит Все сердца Имя Господа Христа Аминь Аминь, 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 аминь Аллилуйя Аллилуйя Господь Есть Бог Господь Наш Бог Выслушай, Израиль Услышьте Божьи дети Слушай Народ Бога Господь Есть Бог Господь Наш Бог И счастлив По-настоящему народ У которого Господь Есть Бог Счастлив По-настоящему народ Который понимает это Разумеет это Счастлив Человек Который понимает это Начинает понимать это Что Господь Его Бог Господь Является Нашим Богом И происходит Из этого Иного Божественного Более реального Измерения Берутэ тоже Доброе утро Пишет, да Доброе утро Из более реального Мира Божественного Приходит мир Любовь И радость В нашу реальность Поэтому счастлив По-настоящему счастлив Народ У которого Господь Есть Бог Господь Есть Бог Слава тебе Господь Слава 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 Благословен Господь Наш Благословен Царь Наш И поэтому Радость Неземная Воистину Нездешняя Воистину Она и здешняя Она и земная Но Она Происхождением Неземным Она Происхождением Небесным Она Происхождением Более реальным Чем эта реальность Поэтому даже в темнице, даже в тюрьме апостол Павел, находясь, мог писать в этих посланиях, радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь, поэтому в посланиях своих он мог писать такие вещи, аминь, аллилуйя, да, добрый день, друзья, Марина пишет, да, аллилуйя, друзья, аллилуйя. И пусть сегодня из этой божественной реальности в нашу реальность, в реальность каждого из нас, в реальность жизни каждого из нас, из божественной реальности это откровение приходит, это понимание приходит. Услышьте, дети Бога, слушайте, дети Бога, слушайтесь, дети, для Отца нет больше радости, для родителя нашего, Он и Отец, и Мать нам, и все Он нам, Он Творец наш, и для Него, для родителя нашего, для Отца нашего Небесного. Нет больше радости, нет, 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 большей радости, чем в виде детей своих, ходящих в истине, как и для земных родителей, так же, и для духовных родителей, так же. Любой пастор это знает, любой, действительно призванный Богом, да, на служение сие, это знает, не понаслышке. Для любого человека, который пасет других верующих, да, рождая через Евангелие, заботится, да, о пастве своей, для него, для любого пастора, я знаю сотни пастырей, и для каждого из них, 100%, нет больше радости, чем в виде детей своих, ходящих в истине, детей, которых Он родил через благовествование, через Евангелие, не много таких людей, обычно, да, не много, не так много, да, через проповедь в целом много рождается, да, и большинство мы даже не знаем, да, много детей, большинство даже, которых я и даже не знаю детей, которые рождались через проповедь Слова Божьего, которое проповедовал, допустим, вот, как пастор, да, допустим, да, но есть люди, которых я лично знаю, которые, да, рождались на моих глазах, которые, да, вот, на моих руках, да, все, И когда я знаю, что они ходят в истине, для меня нет больше радости Здесь, в Киеве, я знаю некоторые эти души, которые на руках моих рождались На моих глазах, которые через благовествование рождались И для меня, как для Отца Духовного, нет больше радости Все остальное не так радостно, вот честно говорю Когда читаю их сообщения, читаю, ну не мне, вообще они пишут, как они познают Бога Пишут стихи из Писания, пишут свои переживания Я читаю, я просто, ну, все переворачивается просто, все переворачивается внутри Сердце переворачивается, потому что знаешь, что они ходят в истине Это самое удивительное переживание Да, для земных отцов, для земных родителей, да, пишет радость, Роза пишет сердце, управленник радость сердца, да Для земных родителей, мама, папа, мы все родители, да Ну, кто родители, у кого дети есть уже, да, внуки Нет больше радости, чем видеть детей, свыходящих в истине В Грузии пример был такой для меня тоже интересный Там проезжали мимо мы одного села, ну, поселок такой грузинский Там городки небольшие такие, как наши поселки, поселок какие Вот, и мимо одного села проезжали, там поселок такого И кладбище было вдоль дороги, значит, а туда дальше село само это, собственно Ну, подальше чуть, так получилось, ну, да, дорога прошла прямо возле кладбища И прямо возле кладбища, там, значит, там такая стоит, красивая такая часовня, как храм Такой, да, значит, даже скажу, ну, это часовня именно, так, поминальная часовня И там горят лампады, и там, значит, сторож стоит, значит, там, значит, на вахте, как бы, да, дежурный Значит, там, значит, мы медленно проезжали, там, и Зураб, и Ревас мне показали как раз Вот, посмотрите, отец Сергей, здесь какое-то очень-очень интересное такое у нас место Да, говорю, ну, да, а кто здесь похоронен, говорю Вот, а здесь похоронен, ну, как бы, в одной очень известной семье Ну, и не только в этом поселке, вообще, вот, там, по Кахете, по-моему, да, вот, как раз известная очень семья такая То есть, ну, богатая такая, влиятельная очень семья Вот, и отец очень уважаемый человек, значит, его дед был очень уважаемый там И, то есть, ну, как бы, род такой очень уважаемый, вот, значит, и, а у них родился ребенок очень неуважаемый, к сожалению Вот, то есть, так получилось, что в этой уважаемой семье очень сильно так уважаемый, да, и богатый, очень такой, ну, у них и деньги, и влияние, и связи, все Вот, значит, но родился ребенок, который стал очень неуважаемым, да, молодым человеком Который стал наркоманом, вот, стал хулиганом, и вел себя очень даже, ну, короче, наркоманил, да, значит, и, короче, позорил всю семью И, значит, он один в семье был только лишь, вот, и так получилось, что у них никого больше не было Только родился вот этот один непутевый их сын И этот непутевый сын, наркоман, да, он разбился, значит, ну, короче, погиб, погиб Вот, и для родителей это было такое горе У них только один ребенок, да, в этой семье, уважаемой семье такой И один ребенок, и вот такой, что, вот, позорил всю семью, и плюс еще и погиб вот так вот, в таком позоре, таком наркоманском И там, и семья, это, семья, это богатая, да, они сделали эту часовню, как бы храм, вот, в память об этом сыне Вот, и там они наняли, то есть, они там предоставляют работу такую Круглосуточно там дежурят люди, то есть там, значит, ну, реально там и днем, и ночью Сторожа там, которые заботятся, чтобы лампады все горели, свечи горели, чтобы там было, как вот, ну, как в храме, в службе И это продолжается уже много лет уже, представляете Они уже старенькие, вот эти родители Но по-прежнему они оплачивают вот таким образом односельчанам, которые нанимаются к ним на работу И платят достойную зарплату, вот такую, ну, как вот люди получают только в столице, вот такую зарплату Вот, именно, чтобы они каждый день и ночью, днем дежурили там, и эти свечи, лампады поправляли Вот, и чтобы все время горел огонь там, значит, и чтобы, значит, вот, чтобы вот поминался их сын Там тонны масла лампадного сгорело, там тонны свечей были пережены за все эти годы В память об этом сыне, который был хоть непутевым, но они верят, что могут вымолить его Верят, что могут, ну, как бы это у них, да И самые, да, вот еще, Ревас и Зураб говорили, что вот эта уважаемая семья, значит, мы их знали И они очень такие были, вот, но после смерти сына И вообще, когда сын вот бедокурил, там, значит, там, наркоманил Они были настолько опозорены, они даже, ну, ну, это Грузия, это там другие отношения совсем, да Они даже на улицу, если выходили, то опускали просто глаза и не могли с людьми разговаривать даже Вот, хотя очень богатые, очень влиятельные люди Вот, и, знаете, когда мы проезжали мимо, там еще, ну, там чуть дальше остановились, посмотрели там на село Это красивое место, очень живописное такое, там горы, ну, там везде горы, фактически, да Вот, и, знаете, я тоже как раз братьям сказал тогда, Зурабу и Ревазу, нашим там служителям И сказал, что, знаете, говорю, братья, вот, действительно, для отца нашего, нашего родителя нет больше радости, чем видеть детей свои, ходящих в истине Доброе утро, Сережа, доброе утро, братья и сестры, всем большой шалом, Иночка Да, шалом, Иночка, шалом, дорогая, шалом, любимая, шалом Да, мир вам и благ всех, Игорь пишет, да, слава Богу, да И для нашего Небесного Отца нет больше радости, чем видеть детей свои, ходящих в истине Но и с другой стороны, нет больше горести, нет больше боли Да, чем видеть детей свои, ходящих не в истине Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо, спасибо Это хорошо, когда Он слушает нас, но еще лучше, когда мы слушаем Его Это правильно, когда Он слушает нас, это правильно, да Но еще правильнее, более правильнее, когда мы слушаем Его Потому что, вообще-то, мы должны слушать Его Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо Благодарю тебя, Господь, благодарю тебя, Святой Благодарю, благодарю Анастасия тоже, да, здравствуйте Да, благоставения вам, Анастасия, да, благоставений Божьих Да, сегодня тоже братья, сестры, кто сейчас онлайн, кто подключился Совершим причастие тоже Евхаристию, хлебопреломления Рассуждая о теле и крови Христа И слушаем Бога Слушаем Слово Господне Слушаем Его, Он говорит тихо в нашем сердце Мы читаем Писание, читаем Слово Божье, Евангелие Вот здесь тоже читаю, как раз, Евангелие украинской мовы читаю Есть электронный вариант у меня на русском языке, вот читаю Вот, и читаю, вразумляюсь, назидаюсь, наставляюсь И, знаете, как ловлю себя на том, что Бог говорит мою жизнь Он говорит мою жизнь таким образом Во сне или наявуле, через Библию или тихим шепотом, голосом внутри Спасибо Господь, спасибо Разнообразно, многообразно Он говорит И самое удивительное, Его голос всегда можно различить Это голос любви Это голос любви Это Его голос Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Святой Спасибо, спасибо Спасибо Тебе, любящий наш Отец Любящий наш Родитель Спасибо Тебе, Господь, спасибо Благодарю Тебя, Господь, за все Благодарю Тебя за жизнь Благодарю Тебя за любовь Твою, Господь Любовь, мир, радость Это знаки Царства Это великие знаки Царства Божьего Спасибо, Господь, спасибо Тебе, Святой На русском языке я сейчас прочту Спасибо, Господь, спасибо, спасибо 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 Послание к римлянам, 14 глава, 15 стих Ой, стоп 17 стих 14 глава, 17 стих Ибо Царствие Божие Послание к римлянам, 14 глава, 17 стих Извиняюсь, что-то я не так сказал вначале Римлянам, 14, 17 Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе Праведность, мир и радость Праведность, мир и радость Спасибо Тебе, Господь, спасибо Спасибо Тебе, Святой, спасибо Слава, слава, слава Славьте, Господа Бог наш благой Ибо вовек Милость Его Славьте, Господа Бог наш благой Ибо вовек Славьте, Господа Наш Бог благо Славьте, Господа Ибо Бог Ибо вовек Милость Его Славьте, Господа Ибо Бог благ Ибо вовек Ибо вовек милость Его славлю Господа, мой Бог благой, ибо вовек милость Его славлю Господа. Пой, сестра, пой, брат дорогой. Славлю Господа, мой Бог благой, благой, хороший, добрый, аллилуйя. Ибо вовек милость Его славлю Господа, мой Бог благой, ибо вовек милость Его. Славлю Господа, мой Бог благой, ибо вовек милость Его. Из тесноты возвал я Господу, и Бог услышал шма. И спас меня, лучше уповать на Господа, нежели надеяться на себя. Славлю Господа, ибо вовек милость Его славлю Господа, ибо вовек милость Его славлю Господа. Славлю Господа, мой Бог благой, ибо вовек милость Его славлю Господа. Ибо вовек милость Его славлю Господа, мой Бог благой, ибо вовек милость Твоя славлю я Тебя. Славлю Господа, мой Бог благой, ибо вовек милость Его славлю Господа. Славлю Господа, мой Бог благой, ибо вовек милость Его славлю Господа. Ибо вовек милость Его славлю Господа, ибо вовек милость Твоя славлю Я Тебя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Спасибо, Господь, Тебя за все, спасибо, спасибо, спасибо. Благодарю Тебя, благодарю, благодарю за любовь Твою, благодарю. За милость и благодать Твою благодарю, благодарю, благодарю. Слава Тебе, слава, слава, слава. Слава Тебе, Господь, слава Тебе. И действительно, из Твоей более реальной реальности изливается эта праведность, мир, любовь, радость. Аллилуйя, Аминь. Наталья пишет, да, Елена, мира Божьего всем, Аллилуйя. Да, сестры любимые, братья дорогие, благословляю всех вас, обнимаю, целую, благословляю во имя Иисуса. Аллилуйя, Аллилуйя. Славьте Господа, пожалуйста, славьте Господа. Он хороший, Он добрый, Он благой. Никто не благ, как Бог наш. Аллилуйя. На земле никто, точно, сто процентов. На земле, интересно, Иисус сказал, так сказал. Он как скажет, так скажет, прям вообще, не в бровь, а в глаз. Если вы земные отцы, говорит, можете даяние благие давать детям вашим, да? Тем более, Отец Небесный даст благо просящему Него, даст Духа Святаго просящему Него. Потому что в Духе Святом все это изливается на нас. Царство Божие-то, Аллилуйя. В Духе Святом, Аллилуйя. То есть, по сравнению с Богом, святым, Он настолько хорош, Он действительно хорош по-настоящему. И никто не хорош, как Он хорош. Никто не добр так. Мир, радость, жизнь, Роза пишет. Аминь, аминь. И по сравнению с Ним, земной отец, любой, даже самый наидобрейший добряк, любая мама, даже самые наидобрейшие мамы, злые. И мамы, и папы, земные родители, даже самые наидобрейшие родители земные. По сравнению с наидобрейшим Богом, они злые. Да, мы злые. Увы, земные отцы и матери, да, мамы, папы, родители. По сравнению, все в сравнении, да. Ох, когда, вот тогда, первый раз познакомился с Ним, ой, как, ой, не так звучит, нет, не так, первый раз познакомился с Ним. Одним словом, в неполно 13 лет, когда, да, встретился с Богом, то это мне сразу первое, что вот, эмпрессия, вот это впечатление, которое осталось на всю жизнь. Он настолько хорош. Родители мои, да, уже покойные, и мама, и папа, были очень добрыми. Папа вообще добряк, альтруист такой, знаете ли, по жизни. И интересно, что вот, но когда был перед Ним, перед Богом, потом вернувшись, я это четко осознавал. Вернувшись уже, ну, с того света, с более реального света, будем так говорить, в этот свет уже, с более реального мира, в этот мир. Четко осознавал тогда, сейчас не так четко, но вот эту импрессию, впечатление, оно осталось, что он единственных хорошими, он. Никто не хорош, ни я, никто, 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 абсолютно. У меня была собака, когда-то, ну, еще раннем детстве совсем, вот, она меня очень любила, и облизывала меня, значит, и она смотрела на меня все время так, что вот, и все в семье говорили, вот, надо же, как она тебя любит прям. Ну, она, на самом деле, меня очень сильно любила, выделяла все время, выделяла, видимо, хозяином признала, как бы, не знаю. Вот, и я был маленьким тогда, она была большой, с меня ростом, вот, и, значит, и она смотрела на меня, вот, и смотрела часто так, вот, я к ней залезал в будку, там большая будка такая была во дворе, вот, и там целый домик такой был, прям, буквально, для нее сделан, вот, и залезал туда, и с ней вместе лежал, смотрел в ей глаза, и интересно, она смотрела на меня, вот, просто, мы могли просто смотреть часами друг на друга, представляете, вот, просто так было нам здорово вместе. Вот, и она смотрела на меня, и я понимал, так смотрит, что вот, вот, скажи, чтобы вот жизнь отдала, прямо сейчас вот за меня жизнь отдаст, и я понимал точно, вот, она отдаст жизнь, даже не спросит, зачем, почему, что, вообще, просто, она настолько влюбленная, да, она смотрит так влюбленным взглядом таким, что она вот действительно отдаст жизнь, вот, просто так вот сейчас вот, и все, удивительно, но, вот, я с детства, с раннего еще запомнил, вот, это тоже взгляд интересный такой, да, не знаю, как-то даже объяснить это, но, но, будучи, вот, в неполно, в 13 лет уже, уже подростком, уже не ребенком, да, уже подростком, уже будучи перед Богом, выйдя из тела, да, будучи перед Богом, его глаза, его взгляд, намного больше, чем взгляд той собаки, намного больше, чем взгляд мамы, или папы, или кого угодно, вообще, все, что знал на земле, да и сейчас, что знаю, много чего знаю, да, но, только не летаю, не, не, нет, это не то, его взгляд, это взгляд любви, на самом деле, он любящий, он настоящий, мы все не настоящие, он настоящий, Он правдочный, Он настоящий Помните, как об Иисусе сказано Да, вот это человек, сей человек Вот это человечище В русском есть такое выражение Человечище Об Иисусе 100% человечище Спасибо, Господь, спасибо Спасибо Тебе, Святой Спасибо, спасибо 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 Тебе, Господь, за все Спасибо, ты добрый Бог, благой Бог И жить в Твоем Духе Святом В Твоем Царстве Великой честь и великой радость И мир, любовь Это удивительно Спасибо, Господь, спасибо Тебе, Святой Спасибо, спасибо за все Спасибо И тайну любви Друзья, давайте примем сейчас эту тайну любви Таинство любви Причастие Возьмите себе хлебушка Отломите себе немного хлебушка Налейте себе соку У меня приготовлен уже сок И хлебушек отломлен уже Заранее уже приготовил себе все Сегодня утром тоже размышлял Об этом и Благодарил И еще хочу поблагодарить Бога И еще Паки и паки, как говорится Снова и снова хочу поблагодарить Бога Спасибо, Господь, Тебе за все Спасибо Благодарю Тебя Благодарю 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 Тебя, Господь, за все Сегодня здесь У меня в такой импровизированной студии Еще ярче стало Приобрел лампу Получается, да Еще одна дополнительная лампа И стала еще светлее И вот когда Познаешь Бога Глубже и глубже Как будто бы еще Какие-то включаются лампочки Какие-то еще включаются Какие-то огни Которых раньше не видел ты Он есть свет Но в этом свете Мы еще узрим свет Мы видим еще свет И еще свет Удивительно Это Хотя казалось еще вчера Что более яркого света Более светлого света Невозможно представить себе Еще больше любовь Хотя еще вчера казалось Даже сегодня еще утречком С позаранку Что больше любви Невозможно себе представить А сейчас Еще больше Удивительно Поэтому Поэтому Понятно Почему Серафимы Возле Господа Они кричат Друг о другу Они даже спокойно Говорить не могут Они кричат Там супер Ультра харизматы Они кричат Друг о другу Там Ну взывают Ну там буквально С еврейского Они просто истошно вопят Кричат друг о другу Со всей мочи Если перевести буквально С еврита И что они кричат Они кричат Одно и то же Целую вечность И не скучно Не скучно совершенно Потому что они В эпицентре Всего этого Свят 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 Господь Бог Саваоф Аллилуйя Спасибо тебе Господь Спасибо 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 тебе Святой Тело Иисуса Христа Кровь Иисуса Христа Аминь Тело Христово Примите Источника Бессмертного Вкусите Тайны любви Бог во Христе Примирил Собою мир Не вменяя людям Преступления их И дал нам Слово примирения И дал нам Вот Служение Примирения Великое служение Примирения Таинство Евхаристия Причастие Тело крови Господа Бога И Спаса нашего Иисуса Христа И ни в ком другом Нет спасения Дамы и господа Братья и сестры Ибо нет другого Имени под небом Данного нам Людям Которым Наближало бы Нам спастись Которым спасены Мы Которым Спасаемся Слава Искупителю Рода человеческого Во веки слава Аллилуйя Герою Слава Он герой Нашего времени Он герой Вечности Он мой герой Моей жизни Судьбы Моей Герой Спасибо тебе Господь Спасибо Спасибо тебе Спасибо Тело Христа Кровь Христа Иисуса Спасибо Господь Спасибо тебе Святой И нас Причащающихся Ныне Благослови Отец Во имя Иисуса Благослови Ты возлюбил Мир И отдал Самого себя За нас Кровушку Свою пролил Сына Своего Единородного Доказав Чтобы никто Больше никогда В жизни Не сомневался В твоей любви В твоей искренности В твоей вере В нас В твоей надежде Да Благодарим тебя Господь за все Благодарю тебя Благодарю Аминь Тело Христа Кровь Христа Аминь 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 Слава тебе Господь За кровь Святую Агнца Твоего Сына Твоего Господа Спасителя Нашего Слава тебе Кровь Твоя В наших Жилах Течет Тело Твое Это Мы Здесь Сейчас Здесь На этой земле Церковь Бога Живаго Столб Утверждение Истины Ни организация Ни структура Ни конфессия Ни деноминация Живое Тело Твое Живые Камни Живая Душа Живой Храм Живого Бога Аминь 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 Спасибо Господь Спасибо 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 Святой Спасибо Спасибо Господь За кровь Святую Спасибо Самое Великое Сокровище Самое Великая цена Которой мы искуплены Творение Твое Все искуплено Которой я искуплен Благодарю Тебя Господь За жизнь И жизнь с избытком Благодарю Тебя За разрушение всех дел дьявола Благодарю Тебя Господь За спасение Твое Исцеление Твое Благодарю Тебя Ты слушаешь нас Мы слушаем Тебя Да Господь, слава Тебе Слава Тебе Слава, слава Тебе Слава, слава, слава Слава Тебе Слава, слава, слава Благословен Царь наш Благословен Господь Бог наш Владыка всех миров Творец Бесчисленных миров Господь Единый Царь Над всей Вселенной В Твоих руках Мой Дух, Душа и Плоть Спаситель Спаситель Ты венец Мой Вожделенный Под сенью Крыл Твоих Спокойно Я живу Как пташка Малая В Тебе Я безопасен В объятиях Твоей Божественной Любви Тону Как наш Союз Любви Прекрасен Слава Тебе Господь Спасибо Тебе За все Спасибо 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 О, братья Сестры Благоставляю вас Дети Божьи Слушайте Дети Бога Слушайтесь Будьте Как в Украине Говорят Чемны Чемны Будьте Послушны Слушайте Его Пожалуйста Слушайте Пусть Желание Наше Слушать Его Будет Хотя Это не совсем Привычно Для Плоти Это даже Плоть Противится Этому Плоть И будет Противиться Постоянно Этому Потому что Плоти Хочется Чтобы Ее Выслушали Чтобы Нас Выслушали Чтобы Меня Поняли Чтобы Меня Услышали Но Боли К слушанию Будем Настроены Боли К слышанию И слушанию Будем Приготовлены И Пусть Господь Благословит Да Роза пишет Со мной Моей Семьей Да Аминь Аминь Да Не успел Прочитать Другие Сообщения Но Господь Благословит Вас Друзья Во имя Христа Иисуса Благословляю Благословляю У себя Там В сетях Социальных Обязательно Пусть Бог Благословит Потому Что Ну Потому Что Надо Потому Что Действительно Многим Многим Нужно Аминь 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 Ольга Пишет Да Слава Богу И Пою Благословение На вашу Жизнь Возлюбленные Дети Божьи Пою Благословение Божье Вот Господь Да Благословит Сегодня у нас уже понедельник Уже Да Уже Второй День Недели Преддверии Уже Да Уже Скоро Дмитрий Пишет Да Аллилуйя Да Уже Мы в преддверии Да Уже скоро На днях Уже Праздник Уже Да Спасибо Тебе Господь Спасибо Уже В четверг Будет уже Предпразднество 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 Да В среду Вечером Уже И в четверг Днем Эфиры Планирую Уже сейчас Планирую Заранее Да Именно Предпраздничные Вот такие Информационные Как раз А там не знаю Как Бог поведет Но планирую Из писаний Как раз Из Ветхого Из Нового Завета О Пятидесятнице Прочесть как раз Поподробнее Вот Из истории тоже Христианства Из истории Израиля Вот А уже в четверг Вечером Начинается сам праздник Пятидесятницы Пятница И суббота Суббота будет вторым днем Праздника Пятидесятницы Да По библейскому календарю По церковному позже Православному В православной культуре Из-за антисемитизма Все принято позже Праздновать Вот А насчет По библейскому Я стараюсь держаться Больше библейской традиции Вот Хотя я Снисходительно отношусь И к церковной Церковной Православной традиции Пусть даже Антисемитской Но Снисходительно В каком смысле Что Стараюсь людям Объяснять Как раз Именно Что Смысл Пятидесятницы Смысл Пасхи Смысл Рождества Других празднеств Допустим Да И прочее Спасибо тебе Господь За все Спасибо Спасибо тебе Святой Спасибо Спасибо Благослови сегодня Израиля Благослови сегодня Иерусалим Благослови Благослови Град свой Да Благословит тебя Господь И Сохранит тебя Да Призрит на тебя Господь Светлым лицом Своим И Помилует Тебя Да Обратит Господь Лицо Свою На тебя И Даст Тебе Мир Єврех Хадонай Ве Ишмареха Ягер Адонай Панав Элейха Виху Некха Благослови Исмареха Панав Панав Элейха Ве Яс Элейха Шалом Бешем Ишуа Хам Во имя Иисуса Христа Аминь 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 Благоставляю Да Иночка тоже пишет Аминь Да Благоставляю Дети Божьи Благоставляю Всех вас Во имя Господне Благодать Господа нашего, Иисуса Христа Запомните, да, благодать, благодать Господа нашего Поэтому я говорю благодать, когда я всегда подразумеваю Иисус Для меня это одно, знак равенства Благодать это Иисус, Иисус это благодать Благодать Господа нашего, Иисуса Христа Любовь Бога Отца Услышьте это, друзья Любовь Бога Отца Я говорю любовь, подразумевая мой отец, мой Бог Я говорю мой Бог, я подразумеваю любовь Это знак равенства Любовь Бога Отца И общение Святаго Духа Общение во Святом Духе, общение со Святым Духом Я говорю общение, я имею ввиду самого общительного во всей Вселенной Духа Святаго, Утешителя нашего Самый общительный во всей Вселенной Есть люди менее общительные, есть люди более общительные, есть люди очень сильно общительные Но Дух Святой, Он самый общительный во всей Вселенной И общение Святаго Духа со всеми нами Не просто с отдельными гражданами, не просто с отдельными людьми Да, со всеми, со всеми, со всеми Миллиарды душ и с каждым Духу Святому просто горит пообщаться Просто не терпится пообщаться Очень хочется, представьте, с каждым из миллиардов И ему интересно общаться с каждым из миллиардов душ Это самый общительный во всей Вселенной Удивительно, чем больше постигаю вот эту тайну Чем больше погружаюсь в Дух Святой Тем больше просто восхищаюсь им, удивляюсь просто Божий Святой Дух, самый общительный во всей Вселенной С миллиардами людей, с миллиардами животных С миллиардами растений Всяка душа живится Как поется в православном храме О Духе Святом Всяка душа живится Спасибо Тебе, Господь И чистотою возвышается Твоею, Господь, да, чистотою Оживляемся мы, Господь, оживотворяемся Спасибо, Господь, спасибо, спасибо Славьте, Господа, наш Бог благой Радуйтесь всегда, Господи И еще говорю, радуйтесь Потому что радость наша, она не из этого мира Она в этом мире, но она не здешняя Это инопланетная сущность Чтобы было понятнее, да Это иного измерения сущность Радость в Господе Аллилуйя Радость в Господе, сила моя Продолжение следует...